Сказочная мастерская Колесникова покажет вам очень интересный фильм как сделать супер бордюр или заборчик заборчик на пружинах я даже не знаю название то что мы делаем ну смотрите вот как это делается варится каркас элементарно быстро с арматуры шестерки нагрузок там нет фундаментом там нету но это на заднем плане попался вам забор кощея бессмертного ну я вам отдельно его покажу и вот второй бордюр с трубой он уже сделал раньше и я вам его показал ну есть фильм кто захочет найдет но вернемся к этому бордюру вы видели каркас сетка натянутая и уже поштукатурили буквально там за час за два его поштукатурили ну замысел оригинальность в том что что этот бордюр состоит с нескольких элементов то есть идет труба громадная она стоит на таких подпорах и вот такие ложные столбы на пружинах которые создают такую оригинальность смотрите ну труба валялась рядом мы ее взяли поставлен она правда тяжелая но мы ее поставили это у нас такой причал 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 аэродром техно там летающих тарелок и вот здесь у нас небольшой как бы мастерская по ремонту летающих тарелок и туда дальше смотрите кресло технаря и вот где тип там вот попалась рессора цепи трубы ну короче все что на свалке было в этом валяется гора хозяин столько на вес что я уже не куда ее вмуровать и вот я с такой радостью беру пружины это пружинные амортизаторы просто поставил под трубу и они там сама пружина по себе красивые цепи красивые то есть все создает такой интересный неповторимый вид и вот глядите здесь сразу же немножечко я покажу что рядом находится он кран такой все это атрибутика такая забор то есть забор и и все рядом тоже работает на этот бордюр а вот бордюр все просто оригинально он сделан в стиле техно поштукатурили такой нахлестка таких как бы гоблинской ковки вы часто видите как мы это там делаем заклепки подрезки поддавки то есть ну что хотим то и короче и мутим и результате получается такая оригинальная работа пружина как бы усиливается и делается не акцент такими как бы столбами и рядом перри перехлёст его такой штукатурки в виде кованого металла потом будет покраска акриловой краской и там будет ну краситься черный наверное будет делаться серебро ну или может я не знаю насколько медь будет смотреться а рядом видите щебенка это будет автостоянка рядом стоянка для будем летающих тарелок а это будет стоянка для наших автомобилей а то куча территории а негде машину поставьте вот это мы делаем себе автостоянку то есть на этом вот в этом дворе будет площадка где можно поставить свои машины и там потому что это будем дача или как усадьба это дом музей и он получился уже мы столько там сделали что он превратился как бы в музей скульптур и вот посмотрите на конце еще видно что не доделаны вот этот вот труба может там дальше будет видно как мы ее оформили а это я немножечко возвращаясь показываю что одна сторона бордюра вот села в таком стиле камень и тонкая труба а здесь толстая труба она такая жесткая что на вот это на таком расстоянии прекрасно стоит без подпор а это техноконь тыгдык ну есть тоже фильме уже первую часть вам его показал и будет вторая часть а это вот идет оформление ну как бы мастерской вот этого техно структуры вот этих техно аэродрома там тиски всевозможны сверла и уже получается как выставка вот таких вот старых там инструментов вы поварили инструменты ну и многим как бы охота видеть это тиски они действующие он пружины какие-то ну потом рядом смотрите редуктор какой-то который там крутит или лебедка короче механизмы действующие вот мы их забор является таким постаментом а это ведь и бочка потому что это заправка вот этого техно мышей и смотрите тоже забор или это бордюр вот такой интересной непонятной формы ведь и везде тоже применены перила такие виде труб и обыгранный бетон и перил играется оградой цепи тоже является ограда вот очень много таких интересных на работах которые мы применяем и получается забор конечно мы пересыщаем все это дело ну дело в том что задачи этого объекта именно такие человека надо удивить ровненьким беленьким ничем ты не удивишь ну там приходится извращаться думать всего всевозможные приемы везде делать бордюры разные ну и все равно стилистика проглядывается здесь именно техно он камни через металл выглядывает там вот видно что он пружины там нашли мы он всевозможные трубы и эти самые эти шины такие на свалке нашли и все то в варили и она имеет каждый там определенное там назначение ну вас но это ограда или разбивка по зонам ну здесь сейчас видно вот как раз как идет ими делается вот этот камень не удалось захватить моих скульпторов они так быстро работают что не успевает за ними снимать и только пришел а у них уже все готово они уже все полепили вот видите тачка у нас на этой тачке приводится раствор раствор мы работ работа марка 500 один к двум ничего мы не добавляем не считая мыло там мыло добавляем для пластики ну у нас песок здесь глинистый и получается принципе с пластика все нормально то есть глинистый мы отсеем даже бывает такое много глины потом начинается раствор рвать когда много глины он микротрещинами покрывается а мыло как бы не дает ему схвататься быстро ну вот видите уже как как бы уже примерно замысел понятен у нас мне попалось там две шестернистрактора я просто делал на трубу и придумал там сделать такое кресло кресло вот этого ремонтника или там кресло на кто на автосервисе работает мастера по автосервису по шиномонтажу ну вот видите так вот две руки два зятя просто фигачатся страшной силой то есть там час-два-три это тоже бордюр готов ну и опять подсобка очень важное что у меня много подсобников они черновую сетку делают раствор месяц и я не знаю уже за месяц тонн 50 цемента уже перемазали вот видите мастерочки такими вот работами в таких перчатках очень удобны классные перчатки и вот видите что труба как бы в такой в камень входит и коля делает такие разрывы этого камня как будто они раскололися а понизу он сделал такую шину и как бы закует чтобы он не развалился и у нас такая есть трубочка ну ее можно самому придумать или у нас удобно на с ручки так из черемета сделаны мы потом и делаем заклепки достаточно быстро и эти заклепки не портит а ну как бы как это делают детали ну такой интересный подход сделать бордюр не видит там бревна какого-то видео какой-то железяки камни железяки там окованный там заклепками и при том что в этот бордюр мы еще берем и вставляем настоящий железяки то есть это рай для мужика вот видите готовый бордюр вот так он выглядит ну я потом еще что-то фонарь сюда приварил это уже даже прошло время там два-три дня а я еще модернизирует этот бордюр нашел железяку до зал до приварил вот видите здесь вот идут такие амортизаторы шины вот колеса уже смотри кресло такое идет и он пружина с таким диском с бороной с бороной или как борона и и он цепи то есть цепи фига чем куда можно туда и цепляем его тоже задний план приобретает а здесь еще нет еще одного бордюра мы его уже сделали просто я озвучиваю позже чуть-чуть а рядом я покажу уже есть съемка еще одного бордюра но немножко другой и врезается в этот основной бордюр и там уже засыпано под этого коня дыгды который называется это это такое будет такси и вот там уже стоянка сделано ну вот потихоньку мы отвоевываем территорию в этом будем говорить и усадьбе ну самое интересное что губернатор еще дал два гектара я уже не знаю сколько это надо бетона бетонировал значит надо эти работы делать чуть крупнее а это смотрите жикарный забор это же забор кощей бессмертным то есть я вам буду скоро показывать уже там сварка продолжается каркасов и это является курятником там шикарнейшие фильмы по сундукам сделаны и в нем будет куры нести яйца фаберже вот понимаете вот уже этот бороны это будут в окнах решетки такие ну типа тюрьма или там защитные решетки заборе кощей бессмертного и в кощей бессмертного там будет такой замок сделаны лазилки бродилки для детей ну вот идет работа и я буду вам показывать а здесь он уже видите землю подвозит и начинается ну планируется вот видите уже это не было земли а потихонечку мы щебенку сейчас перегребем у нас будет порядок и красиво вот такой вот бордюрчик оригинальный сделанный и не знаю как сейчас вот здесь ну турист уже пытается подходить хотя еще не готова и уже их это интересует вот смотрите вот такие вот видите сколько видов бордюров все там уже применять я даже даже не знаю что мы дальше придумали что-то навещу придумаем ну делать-то что-то надо а и Продолжение следует...